Реабилитация по-японски Реабилитация проводится параллельно с лечением болезни и травм. Возможность реабилитации постоянно растет с тех пор, как Всемирная Организация Здравоохранения ввела понятие здоровой жизни. В Японии выделяют три этапа реабилитации – острый период, восстановление и повседневную жизнь. Острый период Острый период – это проведение реабилитации на ранних этапах одновременно с лечением, что актуально при таких внезапных заболеваниях, как инсульт, а также переломах и других травмах. Например, основной современный подход утверждает, что реабилитацию при инсульте нужно начинать сразу после приступа, поскольку считается, что чрезмерный покой оказывает негативное влияние на ментальное и психическое состояние и ведет к значительному снижению физических способностей. Острый период – это проведение реабилитации. После окончания острого периода реабилитация переходит в период восстановления. Необходимо способствовать восстановлению физических функций, тщательно заботясь о пациенте. Конечно, нужно тренировать базовые движения и, помня о возвращении к жизни в обществе, работать над повседневными навыками. Перед тем, как попасть в реабилитационный зал, пациент, обращаясь к травматологу или к неврологу, его консультируют по поводу его состояния, есть ли у него какие-то противовоказания для проведения реабилитации, определяется его реабилитационный потенциал. Потом пациент идет к специалисту по реабилитации, специалист по реабилитации оценивает его функциональное состояние, какие у него навыки сохранились после инсульта, например, или после травмы. Мы должны с пациентом и его родственниками обговорить цели, которые хотим достичь. И можно цель поставить по-разному. Я хочу ходить, я хочу вернуться в своем прежнем состоянии. Можно поставить цель, я хочу ходить для того, чтобы чаще видеть своих внуков. И тогда цель становится более конкретной, она более решимой, и пациент более мотивирован в этом вопросе. Независимо от сроков реабилитации, мы можем достигать эффективного результата. Даже если в острый период не было возможности достаточно заниматься реабилитацией, то в период восстановления она будет очень эффективной. Не ходить не могла, ни рука не поднималась, ни нога не поднималась. На ходунках ходила дома, но потихоньку старалась, ногу разрабатывала сама, старалась, чтобы хоть ходунками, хоть держать ногу, все это. И потом потихоньку, потихоньку начала, это, лежала в больнице. Здесь мне очень понравилось, очень хорошо занимался, очень внимательно. Ну, в общем, очень даже я довольна. И все, я стала на ногу немножко лучше вставать, и рука стала, ну, тело у меня стало более-менее шевелиться. А то я даже не могла перевернуться на правую сторону. Вот так. А сейчас я переворачиваюсь по квартире, уже хожу без палочки, стараюсь. После окончания периода восстановления начинается повседневная жизнь. Реабилитация в этот период включает в себя упражнения, состоящие из повторения базовых движений и тренировки повседневных навыков. Она направлена на возвращение к тому уровню самостоятельности, который был до болезни. Поэтому мы считаем важным посещение реабилитационного центра и в этот период. Современная реабилитация использует новые техники с применением роботов и виртуальной реальности. Реабилитация требует непрерывного проведения на всех трех этапах – острого периода, восстановления и повседневной жизни. И ходить начала больше, и двигаться. Так я же и готовлю сама одной рукой, и этой придерживаю. Вот она, видите, какая. А я стараюсь, стараюсь все делать. Думаю, еще пожить хотя. Еще внук не женился, надо жениться. Вот и так потихоньку и выкарабкаюсь. Правильная реабилитация делает жизнь пациента насыщеннее. Только мы, медицинские работники, в силах выполнить это. Именно мы можем помочь. Давайте задумаемся о важности реабилитации, чтобы улучшить жизнь каждого пациента.